и снова здравствуйте всем привет на вопрос бросил ли я проект нет конечно же не бросил мультфильм будет делаться да это будет очень долго возможно я об этом говорил в самом начале пока у меня не хватает места именно памяти на ноутбуке чтобы весь проект был в одной папке раскидывать по разным папкам потом ну я не найду потом концы возможно что-то потеряется и это короче не есть хорошо вот жду денег когда получится у меня купить именно съемные usb вот этот жесткий диск чтобы все туда скинуть и уже работать чтобы весь проект был там так пока еще информацию вот хотел еще сделать значит массовку это мясоруба и женщин которые будут там покупать что-то ходить ну как по городу будет это все в дальнейшем а пока вот еще не отпускает меня вопрос как же сделать вот эти веки нашел информацию у меня тут немножко поправили подкорректировали и вот давайте все это дело посмотрим так делит опять же n панель screencast кейс чтобы вы видели что я буду нажимать забрасываем сюда какую-нибудь болванку так это импорт у меня в обжим забрать я немножко ему тут впадину сделал для рта и именно вот эти вот впадины для глаз просто чтобы поэкспериментировать но на нем давайте дальше и рассмотрим как что будет происходить значит shift а сочетание клавиш мы добавляем ее сферу это нажимаем английская с нам нужно поставить эту сферу значит тут это глазное яблоко так тройка на нампаде все это дело выводим вперед смотрим слишком много уменьшаем вот это должно напоминать глаз так единица нампаде делаем shift shift д щелчок shift д щелчок вот у нас здесь появилось еще две копии это можно переименовать в один пускай будет века один а это пусть будет века 2 теперь нам нужно обрезать это дело так включу вентилятор потому что жарко и ноутбук немножко греется так edit mode переключаемся в рентген это значит века 2 давайте отрежем вверх вот этот так еще побольше нет поменьше но где то вот так делит вертексы зайдем опять же в обратно переключимся на века 1 и то же самое сделаем с ним edit mode выбираем вниз удаляем дэвид вертиксы если мне вот этот способ понравился так чтобы увидели что это тут происходит давайте вот теперь надуем это века это значит у нас получается solidify и только на минуса уходим вот так века 2 тоже добавляем solidify и тоже это дело под надуем можно его чуть нижнее поменьше так здесь можно долепить конечно все это не суть вопросом теперь какой вопрос нам надо вставить косточки то что полноценный был персонаж это значит сочетание клавиш арматура делаем видимость арматуру авиапорт дисплей инфронт ну вот эту часть я сейчас в edit mode сразу уведу G в бок просто E вытаскиваем на шею и E вытаскиваем на голову косточку сразу добавим опять же по прошлым роликам E вот сюда alt-p clear parent отсоединяем значит G опускаем перекручиваем G английская S английская подставляем на челюсть вяжем на голову это ctrl-p keep all set теперь выбираем значит эту косточку делаем shift D сочетание клавиш вверх поднимаем R перекручиваем все это дело так остается что еще хотел сделать я хотел сразу настроить вот этот зрачок это значит shift D косточку поднимаем делаем ER делаем ES уменьшаем ее делаем поменьше вяжем ее значит так выводим ее вперед пускай она впереди пока через shift вяжем ее она привязана ctrl-p привязана к голове keep all set если она у вас отвязана перевяжите на голову так теперь нам понадобится что семерка на нампаде MOF можно включить и так ctrl-z выбрать вот эту косточку отвести ее на уровень зрачка так это будет одна кость теперь тройка на нампаде делаем shift D ее оттаскиваем и семерка на нампаде shift D косточку вот одну сюда это кость уже привязана не все привязаны к голове значит это пускай будет голове вот эта кость а эту перевяжем вот на эту кость это значит ctrl-p keep all set теперь нам понадобится косточка на века на веки давайте возьмем вот эту сделаем shift D мы просто вниз ее отведем пока без разницы так это все есть теперь нам понадобится зайти в object mode выбираем значит наш глаз перетаскиваем его вот сюда устанавливаем его вот именно косточку смотрите чтобы косточка вот это вот по центру была и привязана как бы к заду вот к этому так так вот это будет вязаться у нас на вот эти веки но опять же с веками что происходит с веками давайте попробуем так привязать веки голове если мы их выберем допустим вот так выберем через shift кости выберем посмотрим и привяжем голове это значит ctrl-p бомб и тогда то же самое давайте попробуем сделать с этой косну с этим веком с нижним опять же посмотри ctrl-p бомб рассмотрим сейчас несколько способов для этого я значит что сделаем вот эту часть я сохранил это файл save us на рабочий стол но без разницы как называется это чисто для объяснения потом она будет удалена эта версия вот этого эксперимента так теперь нам понадобится что привязать глаз кости опять же через shift post mode выбираем левым щелчком косточку ctrl-p значит бомб заходим в object mode так тройка на нампаде выбираем персонажа всего и вяжем костям это значит ctrl-p будет автоматик выйдет это уже в object mode не заходим в пост мод ждем так заходим теперь значит заходим так в пост мод и тут получается смотрите все привязано вот такая штука теперь глаз можно увести глазное яблоко конечно тут нужно его еще подкорректировать не проблема вяжем вот эту косточку вот эту косточку выбираем вяжем на это делаем ctrl-c значит трек ту она перекручивается ничего такого страшного выбираем y выбираем z теперь если мы будем вводить вот эту кость то у нас глаз будет двигаться можно немножко косточку просто потом еще подкорректировать но принцип понятен так на это вот на эту косточку попробуем сейчас завязать значит веке веке будем вязать object mode не знаю получится в этот но вот этот вариант нет выбираем века выбираем значит просто века заходим модификаторы так не модификаторы констрейны находим copy rotation ставим значит кость здесь потом косточку выставим мы ставим local space local space выбираем нижний вот эту тоже ставим и copy rotation значит ставим арматура local space local space и ставим нижний вот это инвертацию по иксу так получается если мы сейчас зайдем по смотр и будем крутить вот это все дело вы видите что у нас не работает это штукенция теперь вот такой эксперимент заходим в edit mode удаляю вот эту кость делить бомбок минуты попробуем shift а добавить другую кость отдельно от этого рига gs тройка на нампаде поднимаем перекручиваем так и уводим ее к веку тройка на нампаде перенастраиваем значит вот эту арматуру вот на эту кость находим века 2 и века 1 арматура так это все установлено вот на эту арматуру посмотрим номер какой у нас арматуры арматура у нас просто бомб смотрим в настройках ставим просто бомб и на второе века и на первое просто бомб так на втором веке стоит инвертация проверяем на 4 и ничего у нас не работает если мы отключим вот эти боны проверяем вроде арматура тоже local space local space ну глаз не хочет работать именно вот в этом мыши в этом персонаже так а если мы это все так вот это все вытащим вот сюда ну а это все удалим глаз поместим в эту в эти веки и попробуем покрутить теперь косточку давайте попробуем то перенастроить так это значит тоже перекрутим выбираем нажимаем на кость все вот она перекрутилась теперь вторую тоже copy rotation выбираем эту кость и инвертируем так workspace пусть остается и получается что у нас так когда мы крутим вот эту вот косточку работает вот этот века вот моргает принцип прикольный все хорошо но в совокупности если вот это все вязать к персонажу почему то не работает это я уже второй раз пробую идут какие то сбои ну давайте рассмотрим работающий способ с таким же принципом только с костями вот эту кость мы удаляем так это значит ctrl z ctrl z сейчас удаляем вот эту косточку она нам не понадобится так вот здесь у нас выставлены значит веки глаза уже настроены выбираем выбираем кости заходим в так в edit мод заговорился ну и давайте сдублируем ну давайте вот эту shift косточку делаем ей s делаем g подставляем r ставим чуть-чуть под углом и shift d делаем еще одну косточку подставляем это будут у нас веки или таскаем к векам так ну от этих косточек нам понадобится еще одна управляющая кость ну давайте еще одну скопируем shift d r ну пока вниз поставим все это дело теперь перевязываем так подальше от носа отведу чтобы здесь не привязалось заходим в object mode выбираем персонажа выбираем кости ctrl p будет автоматик выйдет все это дело перевязываем теперь выбираем кости так давайте веки привяжем наверно выбираем любое веко через shift кости post mode выбираем нужную кость ctrl p bonus теперь опять же заходим в object mode выбираем нижнее веко только выбираем кость отвечающая за нее вот эту ctrl p бон так вот эти косточки заходим в object mode и смотрим к чему они привязаны так делаем ctrl p все они привязаны к голове проверка прошла все нормально все нормально так теперь заходим куда заходим просто в post mode выбираем косточку вот эту и через shift верхнее веко constraint copy rotation так здесь нам понадобится уже название кости кость у нас 0,10 так выбираем вот так вот так непонятно ctrl ctrl c copy rotation кость 10 все не надо ее запоминать даже привязка прошла ставим local space ставим local space так проверяем r вот она привязана еще я ее привязал к голове но с одной стороны прикольно сразу с веками работает ctrl z ctrl z так и нижнюю тогда привязываем тоже на copy rotation ctrl c copy rotation от зеркаля инвертируем и тоже на local space на local space устраним теперь недочет привязки к маршрут к этому значит выбираем одно веко так alt p clear parent и вот это тоже alt p clear parent заходим теперь опять же в post mode и проверяем как это все дело работает работает плохо заходим в edit mode выбираем эти две косточки и через shift эту кость и это все дело вытаскиваем и можно опустить вниз увести в бок object mode перевязываем персонажа ctrl p значит автоматик вытаскивает без этих косточек заходим теперь в edit mode и давайте эти косточки так object mode давайте наверное так вот выберем эти веки и опустим их вот сюда так теперь перевяжем ctrl p ctrl bang и нижнее веко к нижней кости Ctrl-P-Bone. Так, все нормально, все хорошо, все работает. Заходим в object mode, выбираем просто кости и заходим в post mode. В post mode выбираем две эти косточки и засандалим их назад. И сейчас вот что произошло, а произошло то, что когда кости находятся внутри меша, получается весами идет привязка к этому месту. Уже риг привязывается и внутри, и снаружи, ну везде, где находятся кости. Поэтому, если вы вяжете глаза или веки, то желательно, конечно, выводить их куда-нибудь вперед вставлять, а потом назад вводить в этого персонажа. Так, ну что, проверим, как это все дело работает. Если выберем косточку, так, я сейчас мы им еще отключу, попробуем покрутить. Вы видите, все работает. Вот с костями все работает. Если просто на одну косточку копия ротеша нифига не работает. Так, челюсть вот работает. Я еще хотел так челюсть попробовать. Будет ли она так работать или нет? Вот вопрос. Или все-таки от большинства, от большого количества костей не отойти? Вот такие у меня тут вопросы. Так, проверяем. Если мы сейчас будем смотреть, еще тут такой вопрос. Если мы сейчас будем вот крутить, вот все нормально, все крутится. Видите, глаза не закрываются. Но если мы не переключимся на local space, вот эту вот косточку, вот эту и даже вот эту вот можно еще, если она будет привязана к чему-нибудь, тоже поставить, ну, возможно, на local space. Ну, вот эти две косточки. Так, смотрим, где у нас тут constrain. Вот здесь вот ставите local space. Все. Тогда у вас все работает. Это меня тоже подкорректировали. У меня было, сейчас покажу. World space. И получается, когда я начинаю вести, вы видите, голову у меня вот эта нижняя века отходит. Почему? Потому что она на инвертацию устроена. Верхнюю-то по боку. А это вот нет. Ctrl-Z, 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 Ctrl-Z. Local space. И еще вопрос. Значит, если мы выберем вот эту кость, которая отвечает за закрытие вот этого века, то смотрите, что происходит. Вот вы видите, мы крутим кость, я ее вскрыл. Вот. И получается, чтобы моргнуть, нам постоянно надо ставить вот на тройку на нампаде. Ну, что делать, если у нас, допустим, голова у персонажа вот находится вот в таком положении. Если мы сейчас захотим закрыть века, ну, вот, допустим, вот так находимся и R закрываем века. Смотрите, какой ужас тут происходит. Во. Это не есть хорошо. Нам еще нужно зайти N-панель открыть. Найти вот этот item. Локация, трансформация. Так. И здесь отключить именно по осям. Вот. По X у нас будет работать. По Y и Z отключить вот эту штуку. И получается, теперь, если мы будем, выберем вот эту вот косточку. И будем ее вот крутить. она будет закрывать чисто по X. Без разницы, где вы находитесь. Она закрывает глаз по X. Так. Еще то, что мне показали. Вот. Quatermion. Quatermion. Она сначала стоит вот на вот этом. Если мы ставим X, Y, Z, Euler. Вот этот. То, когда мы крутим косточку, мы видим, по какой оси все точно работает. Это мне тоже показали. Вот. Работает по X. Значит, Y, Z мы отключаем, чтобы кость в этих осях не работала. Вот такая информация. В принципе, глаз. Если вот так вот веки сделать, то все будет нормально смотреться. Тут еще какой вопрос. Можно вот эти веки так, N-панель. Здесь именно пролепливать скудмод. И тут можно скудмод вот так вот корректировать, где-то что-то там подправлять, делать, чтобы он более-менее был похож на века. Вот такая штука. и с этим делом уже работать. Так. Выбираем кости. Заходим в PostMod. И вот уже закрываем. У нас будут другие какие-то веки. Ну, тут еще вот вопрос сразу назревает. Нужно пролепливать тогда персонажа, чтобы вот здесь вот тоже как бы все заполнялось. Нижняя часть. Вот этим делом тоже в скором надо разобраться будет. Попробую сделать персонажа вот под такие веки полностью. И как он будет выглядеть. Мультяшные, кстати, пойдут. Все это нормально. Также можно тут латексом играть. Это я в следующем ролике покажу. Тоже латек. Не латекс, а латек. Вот такая информация. Все. Всем пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok